МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Жесткие выговоры и четкие поручения Акима области заставили расшевелиться руководителей управления. Ерлан Кушанов остался недоволен докладами чиновников. С 3 апреля в Карагандинской области будет объявлена повышенная готовность к противостоянию паводкам. В областной администрации прошло срочное селекторное совещание. Пять жилых домов и три здания учреждений пострадали в результате шквального ветра. В городском управлении по чрезвычайным ситуациям подбили итоги разыгравшейся непогоды. С вами или без вас мы добьемся хороших показателей, заявил Аким региона руководителем областных управлений. Под председательством Акима области Ерлана Кушанова прошло первое аппаратное совещание. О поручениях и планах по улучшению разных областных структур расскажет Лариса Хусаинова. Глава региона провел аппаратное совещание и выслушал руководителей управлений. Ерлан Кушанов требовал конкретных ответов на вопросы. С первым докладом о социально-экономическом развитии области выступила руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская. В социальной сфере отмечается рост среднемесячной заработной платы. Младенческая смертность снижена на 41%. Однако снизился и коэффициент рождаемости на 5%. Материнская смертность увеличилась в два раза. Безработица остается на уровне прошлого года. По удельному весу в республиканском объеме Карагандинская область занимает второе место. По индексу физического объема – восьмое место. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 2,2%, до 23 миллиардов тенге. Это девятое место в республике. Более 46% инвестиций вложено в обрабатывающую промышленность. То, что освоение бюджетов – это одно направление. Еще раз говорю, я с вами до этого встречался, но я это не почувствовал. Поэтому где угроза какая, какие риски, куда направлять средства в первую очередь, приоритеты какие – все это ваше управление должно заниматься этим. Одна из немаловажных тем – это дома с автономным отоплением. Ерлан Кушанов поднял вопрос о котельных. Аким Гороза-Шахтинск рассказал о планах переноса котлов. Сейчас в апреле месяце мы выносим одну котельную. Есть уже сметная документация, есть чертежи. Люди договорились. И вот в апреле месяце мы первую котельную вынесем. Остальные котельные по мере поступления денег на сегодня, по нашим расчетам, необходимо 90 миллионов тенге, создан еще один фонд, с которым будем работать. И до 1 октября все котельные выйдут в месяц. Ерлан Кушанов рассказал, что к нему обратились пенсионеры, жалобой о повышении цен. Глава региона сделал предупреждение руководителям и потребовал проследить за ситуацией. Также Акимобласти затронул наболевшую тему – автодороги. Глава региона проехал по дорогам областного центра и убедился, что для этого необходимо направлять денежные средства. Ерлан Кушанов призвал правоохранительные органы и общественников подключиться к контролю ремонта дорог. И в этом году на дорогу выделяются большие средства. И наша общая задача – это провести все процедуры, ремонтные работы, качественный срок. На совещании затронули темы образования, здравоохранения, промышленности и другие. Акимобласти Ерлан Кушанов дал конкретные поручения руководителям управлений и потребовал повысить показатели. В апреле Акимобласти планируют рабочие поездки по городам и районам для изучения ситуации на местах. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском регионе стоит далеко не весенняя погода, а в районах талые воды продолжают топить села. Свои дома были вынуждены покинуть жители села Бркутэ Каркаралинского района. Несколько десятков человек эвакуированы в местную школу. Спасатели предупреждают, наиболее опасная паводковая обстановка может сложиться в шести районах области. Высокий уровень риска потоплений в Абайском, Каркаралинском, Бухаржрауском, Нуринском, Щецком и Осакаровском районах. В списке пострадавших от наводнения уже шесть населенных пунктов. Жители потопленных поселков Каркаралинского района живут в страхе уже третьи сутки. Первая вода в поселок Нуркен пришла еще 29 марта. Со вчерашнего дня залило села Ахшокэ, Жарлы и Бркутэ. Ночью 30 марта жители наиболее опасных зон эвакуировали и разместили по родственникам. Сегодня они возвращаются в свои дома. Спасатели пытаются преградить дорогу в воде, но предупреждают, период половодия еще впереди. На срочном селекторном совещании в Карагандинском областном Акимате сообщили, что на сегодняшний день паводковая ситуация находится под полным контролем. Осталось ждать только половодия. Под угрозой потопления находятся шесть районов. Это Абайский, Каркаралинский, Бухаржурауский, Нуринский, Щецкий и Осакаровский. С 3 по 9 апреля по области будут объявлены дни повышенной готовности. В результате резкого таяния снега и двухдневных ливней сразу несколько районов области оказались под угрозой подтопления. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. В поселке Агадырь Шетского района, а также в подтопленных селах Каркаралинского района аварийная ситуация полностью устранена. Эвакуированные жители возвращаются в свои дома. Ни одного перелива через Сумиканские областные дороги нет. В целом, что нас находится под контролем. На реках области наблюдается пока ледостат. Реки вскрылись только после Шурбань-Уринского и Самаркандского водохранилища и Друнтуманского водохранилища. На остальных пока остается стабильный ледостат. По гидропостанку у нас информация проходит буквально по трём гидропостанку, потому что на остальных пока стоит лёд. Для мониторинга уровня ТЛ-хвод и объёма воды на водоёмах и плотинах чиновники начали использовать беспилотные летательные аппараты – дроны. На особом контроле шлюзы и дамбы. Всего осталось 30% снега. Основную угрозу сейчас представляют только реки. У нас по территории области есть специализированные организации, которые имеют лицензию на другие работы. Это перечень организаций, он определённый, один из. Также на заседании областной комиссии ПЧС Акима-Урганинской области было протокольно поручено Акиматам районам провести подрывы льда на самых сложных наших районов – это Каркаралинском, Абайском, Пчетском, Бухожурабском, Нуринском, Аскарском районах. Данная работа уже начата 23 марта в Каркаралинском районе на реке Жар-Жар проведён подрывный дэк протяжённостью 400 метров. А сегодня в мониторинга за Бухожурабском, Нуринском районе. Несмотря на стабильность, сотрудники ДЧС области находятся в режиме повышенной готовности. Ведь впереди ещё половодье. Сейчас заместитель Акима Карагандинской области Андрей Липунов совместно с сотрудниками ЧС совершают объезд по шести районам области, которые находятся под угрозой подтопления. Осель Сознабаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сорванные кровли домов и массовое дорожно-транспортное происшествие стали итогом вчерашней непогоды. Напомним, что 30 марта скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Резкое ухудшение погоды, снег, сильный ветер и гололёд – всё это стало причиной массового ДТП. Возле посёлка Осакаровка столкнулось по меньшей мере 15 автомашин. Как видно из видеозаписи, присланные очевидцами, в аварию попали как легковые машины, так и грузовики. Вообще страшно, страшно, страшно. А в Караганде шквальный ветер снёс кровлю с Пришахтинской поликлиники. Куски металлической кровли упали на жилой особняк. Департамент ПОЧС сообщает, что жертв и пострадавших нет. В медицинском учреждении сообщили, что происшествие не повлияло на работу поликлиники. А вот этот кусок крыши нашёл своих жертв. Ими стали припаркованные автомашины. Место действия также Пришахтинск. Упавшая кровля разбила лобовые стёкла и повредила капоты автомобилей. Всего 30 марта повреждения получили 8 зданий. Пострадавших нет, сообщают спасатели. Несмотря на разрушение, режим ЧАЭС в городе объявлен не был. Режим ЧАЭС не объявлен. Согласно правилам государственного учёта чрезвычайной ситуации природного техногенного характера, для объявления чрезвычайной ситуации должно было быть сила ветра 25 метров в секунду. По данным КАЗ Гидромета, вчера была сила ветра 22 метра в секунду. Поэтому под критерий ЧАЭС не подпадает. Восстановление вот этих кровель будет проводиться собственниками. Должно производиться. Напомним, что Комитет по чрезвычайным ситуациям оповещал граждан о резком усилении ветра, тумани и гололёде. На предстоящие выходные казахстанские синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 15 градусов ночью. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Джей Глобал. Мир 21 века. По таким названиям в шахтёрской столице провели первый региональный форум. Мероприятие нацелено на пропаганду достижений независимости страны, содействие политической стабильности, а также популяризацию национальных ценностей. В работе форума приняло участие более тысячи человек. Помимо депутатов, видных общественных деятелей и представителей этнокультурных объединений, мероприятие посетил и Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов. Ключевой темой встречи стала поддержка идей сплочённости общества во взаимосвязи с вопросами глобализации. Джи Глобал – это многогранная платформа, объединяющая мировое сообщество для разработки рекомендаций по глобальным вызовам современности. Инициатором проекта выступил президент страны Нурсултан Азарбаев. На форуме глава региона призвал поддержать идею продвижения программы среди общественности. Форум будет состоять из восьми основных направлений. Ключевым событием станет отбор кандидатов на премию общественного признания «Аманат». Она вручается за ценный вклад в сфере социально-экономической и общественной жизни страны, людям, деятельность которых содействует укреплению общечеловеческих ценностей. Победитель будет определён в августе в рамках международной выставки «Экспо-2017». На этой ярмарке мы принимаем участие первый раз. Мы вышли сюда со своей новой экспозицией. Это украшение для наших любимых женщин. Всё сделано из дерева, с деревянными бусинами, с полудрагоценными бусинами. Ну вот, наше первое ноу-хау. На протяжении работы форума была проведена обширная выставка, демонстрирующая культуру и традиции народа Казахстана под названием «Улы-Дала-Казанасы». Затем прошла презентация панно «Ковёр мира», который вышит лучшими мастерами-ремесленниками Казахстана. Завершился форум праздничным концертом. Асель Сознобаева, Жак Слык-Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Инженеры, рабочие строительных специальностей, врачи и многие другие специалисты требуются на работу. Очередная ярмарка вакансий прошла в Караганде. Как выяснилось, больше всего нужны специалисты на технические должности. Желающими получить работу встретилась наша съемочная группа. Как раз для них сегодня на ярмарке представлены 1228 вакансий разных предприятий города. В основном в цене инженеры, прорабы, врачи, электромонтеры, машинисты автокрана и многие другие востребованные специальности высшей и средней квалификации. Представлены также вакансии, не требующие специальной подготовки, такие как кухонные работники, дорожные рабочие, грузчики и подсобные рабочие. На сегодняшний день в городе Караганде людей, которые ищут работу, свыше 2000 человек. На сегодняшний день у нас в базе рынка труда представлено порядка 1800 вакансий. И сегодня мы организовали ярмарку, у нас откликнулись 350 предприятий, заявили о своих вакансиях. 95 руководителей служб присутствуют на этой ярмарке и предлагают большой спектр всех специальностей, которые есть сегодня на рынке труда. Приглашены на ярмарку и граждане с приоритетными правами на трудоустройство. Среди них инвалиды, воспитанники детских домов и лица, освобожденные из мест лишения свободы. Трудоустройство бывших осужденных не первый год проходит совместно со службой пробации. На сегодняшний момент Октябрьским районам было направлено около 15 человек, из них трудоустройство около 5 человек. Они уже работают, нами проверяются постоянно, то есть надзор нами ведется за ними. Также Акиматам очень помогает в этой помощи. Каждый раз проводится такое мероприятие, где осужденные могут себе найти работу, профессию какую-либо. Ярмарки и вакансии всегда проходят массово, но, как говорят представители организации, многие приходят просто поинтересоваться. Для тех, кто твердо намерен трудоустроиться, ярмарка дает возможность выбора. Такой шанс в 2016 году получила Айгерим Абдукарим. Безработный дипломированный специалист со средним образованием юриста нашла себя в рукоделии. Мне очень повезло, конечно. Я сразу же отучилась на мастера на учебном центре Щеберы и устроилась на работу в ремесленном центре Щеберы. И в данный момент я работаю там мастером, мастер по войлоку. Принять участие в таких мероприятиях могут все желающие. Такие ярмарки показывают потребность современного рынка. А в самом центре занятости работают курсы по переобучению. Безработным предлагают получить профессии слесаря. Курсы абсолютно бесплатные. Фариза Улбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Как устроена пенсионная система? На этот вопрос отвечали специалисты Единого накопительного пенсионного фонда. В рамках Дня открытых дверей задать интересующие вопросы могли не только вкладчики, но и все желающие. В пенсионном фонде Караганды состоялся День открытых дверей. Андрей Мордвинцев признается, что такое мероприятие проводится впервые. А в дальнейшем такие встречи планируется проводить ежеквартально. Целью мероприятия является повышение прозрачности и открытости работы фонда. Кроме того, работники фонда намерены донести до населения базовые знания в области пенсионного законодательства. Это мероприятие в первую очередь должно позволить ЕНПФ открыться и показать все возможности, которые он на данный момент имеет. Показать действительно ту открытость, прозрачность и то, над чем мы работаем ежедневно. Позволить вкладчикам, получателям уже сейчас с помощью имеющихся инструментов рассчитать свою будущую пенсию с помощью калькулятора пенсионного. Получить ряд вопросов, которые интересуют человека. Куралай Майлыбаева – одна из гостей сегодняшнего мероприятия. Она заявила, что такие встречи полезны для горожан. По ее мнению, удачно придумали затею с мобильным приложением. Без очередей можно узнать все интересующие данные. Я очень была рада познакомиться с Единым пенсионным фондом. Я много информации выслушала, много полезного. Закачала на свой мобильный телефон, мобильные данные. Теперь буду просматривать ежемесячно свои пенсионные доходы. Очень рада. После мероприятия гостям показали интерактивный мастер-класс по определению размера своей будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора. Знай все языки, но уважай свой родной. Во многих учебных заведениях активно внедряется трехязычное образование. Одна из таких школ – Карагандинская гимназия номер один. Язык – это основа традиции любого народа, поэтому необходимо изучать его так же, как и культуру. Одиннадцатиклассница Татьяна Короткова считает, что знание трех языков обогащает культуру человека в три раза. Я считаю, что это необходимо изучать разные языки. И я сама с детства изучаю многие из них, так как это очень помогает в других странах подняться среди других людей. Также я считаю более интересно изучать язык на другом языке. И так же, например, как казахский. С помощью него мы изучаем великие произведения наших мыслителей, философов. И именно поэтому казахский язык необходим, чтобы знать многое в оригинале. В соответствии с планом «Нации 100 шагов» предусмотрен поэтапный переход на английский язык обучения. Учителя гимназии номер один в рамках эксперимента проводят факультативные занятия по биологии, химии и физике на английском. Преподаватели заявляют, что такое обучение формируют у школьников лексические навыки, развивая творческие и интеллектуальные способности. Учителя гимназии в рамках эксперимента проводят факультативные занятия на английском языке. У учеников с первой по пятой классы по экологии, у шестых и седьмых классов по географии и физике, а также у восьмых и девятых классов по биологии и химии. Эксперимент с английским языком проводят в гимназии уже третий год. Результаты налицо, заявляют родители учеников. Дети с легкостью читают англоязычные тексты, смотрят англоязычные образовательные программы. Третий год наши дети изучают предмет химию на английском. За это время я заметила, что ребенок стал читать аутентичные тексты по естественным наукам, смотреть видеоролики на английском. Благодарю администрации первой гимназии за то, что с введением данных предметов общее призывательное учреждение идет в ногу со временем. Принцип трехязычия – это изучение казахского языка, литературы и историю Казахстана на государственном языке. Русский язык и литература, а также всемирная история будут преподаваться на русском языке. Информатика, биология, химия, география и физика на английском языке. В первой гимназии эксперимент посчитали удачным. Учителя уверены, что с успехом реализуют эту программу. Асель Сазамбаева, Ажара Гибаева, Жуслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Курсанты Карагандинской военной школы предстали в весьма непривычном амплуа. На один вечер юные кадеты училища Жас-Улан отказались от привычного строевого шага и принялись вальсировать. На кадетском балу побывала Фариза Аулбаева. Классическая музыка, шикарные бальные платья и парадный мундир. Все как в сказке. К первому офицерскому балу карагандинские кадеты готовились почти полгода. За это время их обучили всем нюансам. Еженедельные тренировки по несколько часов и вот результат, как говорится, налицо. Бал организован в честь начала весны. Он призван в первую очередь поднять патриотический дух. Ну, вы знаете все, одно из требований министра обороны. Наши Уланы не только должны уметь быстро бегать, физически быть подготовлены, хорошо разбираться с оружием, но и должны прекрасно танцевать. Танец сам по себе очень великолепное, воспитательное мероприятие. Сегодня мы просто очутились в центре праздника. И вот в течение, ну, наверное, уже полгода, как мы к этому мероприятию готовились, Уланы с большим энтузиазмом, родители все присутствовали. И вообще сегодня, я считаю, весна вот именно с этим балом наступила. По традиции бал открылись знаменитым балонезом, на который выстроились все пары. В общей сложности было подготовлено шесть танцев, среди которых вальс, мазурка, полька и другие. Звучит музыка Алматинского высшего военного училища. Репетиции проходили долгое время. Я хочу сказать спасибо Елене Васильевне. Она все время приходила, с нами занималась. И девочкам тоже спасибо. Говоря о Бали, невозможно оставить без внимания наряды кадетов. Молодые люди явились на праздник в парадной форме. Ну, а девушки блистали вечерними туалетами. Айбек Бесембаев сопровождал студентку театрального отделения колледжа искусств Сафико Гигашвили. Мы очень были рады помочь нашим мальчикам. С ними было очень приятно работать, потому что они относились к этому очень ответственно, очень уважительно к нам. Им это очень нравится. Они приходили с удовольствием, то есть все были рады нас видеть. И мы очень рады, что у нас появилась такая возможность поучаствовать в этом мероприятии. Нам очень было приятно. Несмотря на непогоду, все радовались весней. Вместе с участниками и на праздник пришло много гостей – родителей и друзья кадетов. Отныне командование планирует сделать кадетские весенние балы традиционными. Фариза Улбаева, Жаксулы Кнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин